Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Яна и сегодня у нас с вами покупки из магазина Fixed Price. Для кого-то долгожданный, я знаю, многие ждут именно Fixed Price на моем канале. И вот я спешу с вами поделиться находками, новинками. Я очень сегодня удачно зашла. У нас наконец начали появляться какие-то новиночки, потому что до этого у нас были с этим проблемы. Так, покупки я совершала в городе Челябинск. По адресу была Чечерина 37. Что, кому интересно такого плана видео, оставайтесь со мной. Я думаю, будет интересно. Итак, давайте начнем. Первое, что я хочу показать, это мыло. Я в прошлый раз уже его показывала. Стоит, по-моему, за два кусочка 27,50 я отдала. Ну, в общем, нет, один кусочек 27,50. За два я, по-моему, 55 отдала. Вообще, копейки. Классное мыло. Оно чуть-чуть меньше, чем стандартное мыло Камей. Здесь 85 грамм. Запах потрясающий. Здесь у нас идет жасмин, апельсиновое дерево. Пахнет шикарно. Мне очень нравится. Я сразу два кусочка взяла. И тем более 27 рублей. Потому что Камей стоит, ну, у нас вот в спаре там около 40 рублей, мне кажется. Далее. Всеми любимые прокладочки. Белла пополнила свой запасик. Цена 55 рублей. Я всегда их показываю, всегда говорю, многие удивляются. Просто на самом деле они в фикс-прайсе стоят дешевле, чем в торговых центрах. На самом деле. Ну, вот, допустим, в том же Ашане взять или в спаре. Вот у нас они стоят дороже. Так. Что еще из такого нужного? Дальше начинает солнышко уходить. Уже вечер. Здесь у меня вот такие салфетки. 55 рублей они стоят. Размер у них 24 на 24. Здесь 250 штук. Постоянно беру их в фикс-прайсе. Получается очень выгодно покупать. Потому что на самом деле такая большая упаковка всего лишь за 55 рублей. В том же спаре, опять же, повторюсь, там, знаете, 25 салфеток стоят там 30 рублей. Поэтому, ну, думайте сами, решайте сами. Мне кажется, очень выгодно в этот раз. Я взяла вот такие вот цвета. Они там есть разные, разнообразные. А затем взяла вот такие вот влажные полотенца. Универсально очищающие с аллатосалантоином и ионами серебра. Большой размер полотенца. XL. Тут такой котик нарисован. Не знаю, хорошие или нет. Пока не буду открывать, потому что они высохнут. У меня пока что есть. Положу в запасе, потом обязательно расскажу, что они из себя представляют. Кто покупал такие уже. Расскажите, пожалуйста, хорошие они или нет. Вот с собой куда-то в дорогу взять, в путешествие. Очень будет удобно. 77 рублей. Я, к сожалению, чек выкинула. Потому что и пакет я уже выкинула. Поэтому, ну, примерно вам буду цену называть. 77 рублей они стоят. Если вдруг что-то неправильно называю, исправляете меня. Я могу ошибиться. Дальше купила повторно вот такое вот мыло. Мне ей очень понравилось. Ну, и мне, в принципе, оно понравилось. С антибактериальным эффектом. Не обращайте внимания на мои сухие руки. А то у меня все. Сегодня в перчатках ходила по магазинам. И вот опять все высохло. В общем, с антибактериальным эффектом. Стоп-бактерия. Ну, она, знаете, такое. 155 рублей. Она очень вкусно пахнет. Лимончиком для ребенка. Вот так вот очень интересный бутылечек. Да, рисуночек интересный. Лимонадом пахнет. Мне напоминает лимонад. Она очень-очень прям жидкая, как водичка. Ну, в принципе, пенится, мылится хорошо. Ей не нравится. Я взяла. Поэтому без проблем, так сказать. Дальше. Из таких покупочек у меня, типа из нужных, это вот такой вот чайник. Я давно его хотела. Еще прошлым летом хотела его купить. У нас потом был как-то завоз, а потом они исчезли. Я их не видела, не видела, не видела, не видела. И вот сегодня увидела и решила взять. Простите, аж что-то в восторг свой выражаю. Здесь 0,8 литров. У нас 199 рублей он стоит. Чайник электрический. 220 вольт. Вольт, правильно же? Правило эксплуатации. Налейте воду в чайник не выше указанной отметки и не ниже указанной отметки. Подключите шнур питания к чайнику и вставьте вилку в розетку. После закопления воды отключите чайник от электрической системы, вилку прибора из розетки. В общем, у меня есть такой чайник, но не такой, а другой. Я давным-давно-давно-давно покупала. Он у меня немножко меньше. И этот чайник меня выручает просто везде и всегда. Я его покупала когда-то там еще в далекие времена, лежала в больнице, и там же нельзя чайники. Вот он маленький такой был. И я его брала и прятала просто. У меня такой красненький, он уже на износе у меня. В дорогу мы с собой брали, вот на море мы ездим. Я всегда его беру, потому что они, вот когда мы особенно на машине ехали, останавливались в гостиницах, не везде есть, так сказать, чайники. Особенно в отеле, в гостиницах там нет чайников в номерах. Поэтому я спасалась, чтобы ей вечерок сделать, да и самим купить, пошуршу. Крышечки есть разные. Не знаю, как будет в эксплуатации. Вот он шнур, то есть вот этим вот отверстием. Вы его сюда вот вставляете. А вот это место в розетку, да? Смотрите, здесь тоже есть инструкция по применению. И здесь стандартный обычный кипятильник. В принципе, тот чайник, который у меня есть, все то же самое, только он меньше объема. Тут нам как раз на семью, в принципе, хватит на три небольших кружечки. Очень классный. Советую присмотреться. Я, правда, не знаю, как он будет работать. Если что-то не так, я потом расскажу. Ну, вот тот у меня тоже из обычного пластика, просто красного. И вот столько лет он у меня уже, так сказать, прослужил мне. Дальше. Купила. Вот просто не смогла пройти мимо. Не знаю, зачем. Я вам не давно хотела песочные часы. Цена у них 99 рублей. Есть разные цвета. Они у нас на 3 минуты. Вот то есть есть, получается, розовые, по-моему, серые и голубые. Я видела. Так, 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 та-та-та-та-та. Это, может быть, погрешность отклонения на плюс-минус 18 секунд. Сейчас попробую открыть. Секундейшн. Так. Вот они, смотрите. В принципе, их даже вот можно использовать, да, как декоративный элемент где-то поставить. Прикольные часики. Три минуты. Что-то делать, что-то не делать. Мне кажется, очень интересно. Посмотрите, тут такой розовый песочек. И вот они посыпались. Поставлю, пусть сыпется. Посмотрю, что я успею сказать за 3 минуты, так сказать, на трындеть. Дальше. Я купила вот такую вот шкатулочку. Единственное, мне бесит, что вот сюда прилепили ценник. 99 рублей. Они есть разных цветов. Тут такие небольшие разводы, потому что я протирала сейчас все тут салфетками. Она одна была такого цвета. Вот с такой именно расцветкой. Они есть еще розовые в горошек. Какие-то голубые. Ну, в общем, несколько. Взяла исключительно тоже как декоративный элемент. Очень красиво смотрится. Нужно быть аккуратным. С ним обращаться. С ним. С шкатулкой. Это шкатулка. Состав Доломит. Дата изготовления. Февраль 20-го года. Я думала, это что-то типа из старинок. Ну, вот опять же, смотрите, здесь вот это вот, на этой крышечке, как бы, ну, золото это покрытие. Золотое, не полностью покрытое. Ну, в принципе, ничего страшного. Но вот этот ценник лепят они, хоть бы на дно, что ли, прилепили его, не знаю. Есть еще большие банки наподобие. Ну, большую я не стала брать. У меня много всяких вот этих вот, знаете, финтифлюшек, вот этих всяких штучек. Но я не могу пройти мимо, потому что, ну, люблю я вот это вот все, люблю. Я как-то сорока, знаете, беру все, что, блин, плохо лежит. Затем я купила вот такую вот копилку. Цена у нее 149 рублей. Это такая сравнительно, относительно недавно такая цена у нас появилась. Я вообще думала сначала, что это светильник. Потом я подумала, что это фоторамка. А когда я прочитала, что это копилка, я сначала не поняла, что к чему, куда. Но вот здесь вот есть отверстие. Мы сейчас с вами откроем. Ну, как бы тоже, я больше в качестве декоративного элемента беру. Ева у меня любит единорожков. Я люблю единорожечков. Сейчас откроем, пошуршим. Я специально не снимала пленку, думаю, вам покажу. Посмотрите, что тут еще какая информация нет. Март 2020 года. Вот, смотрите. Ну, и в принципе, чтобы, ну, сюда не так много денег и поместится, да. Такой рог у него, видите, блестящий с двух сторон, глазики закрыты. Есть что-то там еще, я даже внимания не обратила. Болтики открутить можно и достать деньги. Ну, я считаю, что это больше для бумажных денежек подойдет. Но почему нет ребеночку, да, собирать деньги? Мне кажется, вполне достойный вариант. Дальше еще одна покупка, которой я безумно довольна. Я даже не ожидала, что такие свечи можно купить в фикс-прайсе, честно. У нас есть два вида. Вот я вот такую вот, типа, немножко розово-перламутровую взяла, вот стаканчик сам. Есть еще что-то серо-голубое, по-моему. Я аж прям такая, цена у нее, конечно, 199 рублей, ароматическая свеча в стакане. И, к сожалению, здесь не написано, какого она аромата. Состав у нас здесь идет парафин, стекло, железо. От февраля 2020 года, срок годности не ограничен. Товар подлежит обязательной сертификации. В общем, какой аромат может быть вот это? Поме, поме, гранат, поме, господи, позорище. И берез, ребят, кто? Английский переведите, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Я, конечно, сама сейчас могу пойти погуглить, но если что, напишите мне. В общем, вот, а я даже на эту надпись не обратила внимания. Я думала, это как декоративный элемент, а это, оказывается, аромат. Вот так она выглядит внутри. Она внутри, она просто белая, то есть это стакан имеет такой небольшой цвет, розово-перламутровый. Очень вкусно пахнет. Я не знаю, чем. Мне напоминает какой-то аромат из детства. Я сейчас жалею, что я взяла одну. Но вторая, которая вот эта вот с голубым, она более у нее какой-то горьковатый, рисковатый запах. Если здесь что-то такое, знаете, приятное, сладкое, я вот не могу понять, что мне напоминает. Но еще раз говорю, что-то из детства. Тута такая более свеча, ну, еще раз повторюсь, как-то рисковатая. Рисковатый, в общем, запах, ладно. Не буду долго разглагольствовать на эту тему. Смотрите, 3 минуты я протрынела. Давайте еще раз перевернем. Дальше я купила вот такую вот сумочку. Это у нас идет 4 Travel 199 рублей. Набор сумок для перевозки вещей в чемодане. Давно я такую штучку хотела. Розовых, к сожалению, не было. Я, конечно же, бы взяла розовый цвет. Были только серые, вот такие вот голубые. Ну, голубой, цвет морской волны, бирюзовый, кому как нравится. И какие-то коричневые. Ну, я выбрала такой вот цвет. Смотрите, размеры, значит, какие здесь есть в этом наборе. Я не буду уже зачитывать. Я думаю, видно, подруга моя сфокусировалась. И давайте смотреть. Вот так это на картинке выглядит, типа для чемодана. 4 штуки. Ткань такая, знаете, типа клеенчатая. У меня есть рюкзак из такой ткани, 4 Travel. На Алиэкспресс что-то подобное подойдется. Ну, конечно, не очень ровно прошито. Если хотите, ровно, может быть, можно и найти. Здесь есть ручка. Вот такой вот замочек. И открываем. Здесь у нас сеточка, да, на верхней. Вот так вот. Так, смотрите, вот такая вот сумочка. Почему-то только надпись, да, вверх тормашкой странная. По идее, должно быть вот так, я думаю. И сверху замочек. Ну, здесь вот так. Ну, и принципиально. Замки все работают, в принципе. Мне нравится этот материал, что если даже что-то мокрое положить, я не думаю, что он сильно промокнет. Он как будто, вы знаете, немножко прорезиненный. Так, ну вот она идет вот такого размера. Это что? Где этот? Сейчас посмотрим. Типа, типа вот это, 32 на 26. Я так полагаю, наверное, вот это вот самое крайнее, да? Дальше. Вот такая вот. Ох, она большая, смотрите, какая. Как сумка. Сюда даже можно ноутбук засунуть, она с ручкой. Ну, принцип тот же самый, что и у верхней сумочки, в которой все дело лежало. Ну, размер я вам показала, да? Смотрите, вот она, здесь будет видно. Такая же этикетка, сзади без сеточки. И еще одна. Здесь она у нас уже вот такого формата. Сейчас, секундочку, распрямлю. Немножечко другая. Вот такого размера она. Здесь сверху ручка, на замочке, ну, сеточка. Ну, вы все поняли, да? Ну, там на картинке было понятно, в принципе. Неплохой наборчик, действительно. Когда куда-то в дорогу едешь и не знаешь, куда что засунуть. Я это все постираю, конечно. Вот это самый оптимальный вариант. Также можно использовать, да, для каких-то косметических там своих наборов и всего остального. Я считаю, что, в принципе, удачный наборчик. Но это как по мне, как говорится, да? Это я еще 3 минуты, да, смотрите, вам рассказывала про эту штучку. Ну, тут немножко осталось. И самое главное, без чего практически никогда Яна не уходит. Это блокноты. И они вернулись. К нам вернулись блокноты с пайетками, ребята. Смотрите, вот они. Сейчас буду все показывать. Там несколько видов. Цена у них 199 рублей. Я их, кстати, тоже протирала. Салфетки антибактериальные вот так вот прям. Ничего не испортилось, все нормально. Они очень плотные. Смотрите, я взяла с зонтиком. Вот такой вот серебристый с цветом фукси. И очень классный блокнот. Пайетка к пайетке ничего не отходит. Если в прошлый раз, когда они были, наверное, год назад они уже у нас были, да? Там вот эта нашивка была какая-то хлипкая. То есть пайетка не к пайетке. Но, в общем, качество было не очень. У этих вроде бы неплохого качества. Вот так вот зонтик, да? И вот так. Есть синий там с корабликом. Что-то есть там с лапками. Такой цвет, знаете, зелененький. И что-то белое там есть. Не помню с чем. Я взяла для себя два, потому что, ну куда мне их? У меня блокнотов с пайетками не так много. У меня ребят просят снять мою коллекцию блокнотов. Я реально как-нибудь отсниму, потому что мне нужно в них действительно навести порядок, их распределить. Я отсниму для вас коллекцию. Не знаю, правда, когда. Фирма вот блокнот. Блокнот с пайетками так-так-так. А сколько листов? Август 2019 года. Вот, видите, значит, это не новинка. А что с зонтиками были? Мне кажется, я таких не видела. Ну и здесь вот эта вот дебильная точка, как я говорю. Потому что мне не нравятся эти точки в блокнотах. Я не понимаю, почему они делают. С точками просто бы уж белые листы сделали. Но, блин, еще точки такие здоровые. Вот это такой минус у этого блокнота. А так качество вообще. Здесь вот такой, знаете, глянец. Качество неплохое. Ну и картинки, соответственно, ребят. Мне кажется, таких не было. И второй блокнот, который я для себя выбрала. Let's Travel. Все про путешествие. Нарисован самолетик. Очень обидно. Что Юг откроется только с 1 июля. У мужа моего уже вот тут закончился. Хотя мы как бы хотели сейчас поехать. Потому что там уже все открывается. В принципе, поехать можно. Но не стали мы рисковать. Сейчас такой поток людей туда поедет. Я думала, еще с Евой я поеду. Знаете, но вряд ли, наверное. Потому что сейчас, наверное, такой поток туда хлынет. В общем, черный с таким вот зеленым. Даже не зеленый. Какой такой интересный цвет. Не знаю, как его даже назвать. Травы такой немножко завявшей. Ну, и сзади, соответственно, все то же самое. Черный зеленый. Но вот такой расцветки блокнота у меня точно нет. Потому что вот такого, вот именно вот такой зелени не было еще. Поэтому я считаю, что это новые блокноты. Хотя, опять же, здесь написано, что это август 2019 года. И здесь вот прям точки вообще яркие, яркие такие. Ну, как это? Зачем такие яркие точки? Здесь даже ничего не видно будет. Если писать, здесь такая с лифломастерами. Знаете, по типу эти графические диктанты дети делают по вот этим вот, по точкам. Вот что-то здесь такое будет. В общем, классный блокнот. Мне вот этот вообще очень сильно нравится. Прям вот в моем вкусе. Такой хорошенький. Let's travel. Буду туда, когда мы поедем куда-нибудь отдыхать, две всякие заметочки для себя делать. В общем, круче, все. Это все мои покупки. 199, 199, копилка 149, часы 99, шкатулочка 99, свечка 199, потому что чека у меня нет. Набор с косметичками, с этими сумочками, 199. В итоге я около 1600 потратила. Короче, вроде еще купила, ничего не купила, но вот так потратила. В общем, я рада, что у нас появились какие-то новиночки в фикс прайсе. Это очень радует. Потому что до этого, ну, я сколько не ходила, что-то всякая ерунда и ничего нового. В общем, на этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходит новое видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, а я, конечно же, в свою очередь, только готовлю для вас новое видео, новое обзор, новое покупки, новое болталки. Ну, и, конечно же, фикс прайс. Конечно же, я рада, что начались вот эти нормальные поставки, без всяких задержек, появляются новинки. Я очень-очень рада. Все, всем спасибо за внимание. Всем пока-пока и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok